РАДИОБОЛТКОМ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Сегодня ее проведу я, Артем Липин, за звукорежиссерским пультом Евгений Копейн. И сегодня у нас в гостях представители, авторы, актеры тикток-канала «Дед на хайпе». 10 миллионов подписчиков, подозреваю, что самый популярный латвийский тикток-канал – это Даниэль и Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Если я правильно понял по нашей переписке, по праву и мере, если я не прав, Сергей – это главный актер, а вы, Даниэль, и ваш брат – это авторы и создатели этого канала. Да, брат создал когда-то, и я подключился тоже в какой-то момент. Да, напоминаю, телефон на прямом эфире 67-212-93-9, 67-213-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, наверное, начнем так немножко, слишком традиционно, но чтобы понимать контекст. Как давно создался канал, как так получилось, откуда вообще пришла идея, и сразу ли это был тикток, может быть, сначала были попытки на ютубе, в инстаграме, и уже потом… Я вам так скажу, что создался канал где-то, ну, около года назад, 9 месяцев где-то там, и мы за это время набрали 10 миллионов с лишним, почти 11 уже. Вот, и, в принципе, мой друг, молодой друг, да, Павел такой, Паша, просто Паша, да, вот, он предложил мне, я даже не знал такое, что такое, тикток, там, фейсбук, там, я не знаю, я далек был от этого всего, сейчас я только начал понимать по истечению этого самого. Ну, вот, так получилось, что мы, как бы, свою линию такую сделали, в отличие от всех что-то совсем другое, да, доброту нести, вот, чтобы родители, дети понимали родителей, родители понимали детей, там, ну, как бы так. А как вы познакомились с Павлом изначально? Ну, просто, как-то знали друг друга. То есть, это не было, что он искал для себя актера? Нет, 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 нет. Да, это получилось, как бы, так спонтанно, вот, а давай, а давай, а давай вот с ним, вот, я помню, первое видео они были там со спиннером, по приколу. Понимаете, я вам, извини, да, понимаете, я вам так скажу, это, ТикТок, это молодежная, детская, ну, в принципе, да, такое. А Павел сделал такое, что-то, как ни у кого, я в возрасте, да, и он, ну, какой мой возраст, у меня 60 нету, по большому счету. Ну, так себе название канала, оно предполагает, что все-таки дед на хайпе. Ну, у меня есть внучка, в конце концов, я и дед, в конце концов, правильно? Вот, и как бы это так получилось, вот, и хотя вот брат его, как говорится, дед на хайпе, очки ему одеть, это чистый дед на хайпе получает. Это мой преемник будет после меня. Вот преемник, или вы можете делать какие-то там флешбеки в прошлое, дед на хайпе в молодости, на хайпе в Советском Союзе. Ну, а вот, хорошо, тогда по поводу создания самих этих видео, насколько, Сергей, вот вы принимаете участие в написании сценарий, в идеях каких-то разработок, или это все-таки вам приходит, говорят, вот это делаем? Нет, я бываю, что не согласен с чем-то, что мне говорят, там, например. Ну, мы как-то приходим обоюдно к одному мнению. А с чем вы бываете не согласны обычно? Что слишком жесткий юмор? Нет, вы знаете, я безбашенный вообще. Меня макаронами могут, я могу возле мусорника полежать, обмазаться перед этим, в грязную одежду одеться, бомжом. А что ж тогда вам может не понравиться? Дело не в этом. Малина есть? Поэтому дети как-то это, ну, как сказать, вот молодежь снимается в ТикТоке, да, они там где-то вот этими вот, тык-тык-тык, попками там туда-сюда, где-то там, знаете, по лестницам ударились между ног там туда-сюда этими, как называется? Эдуль, понятно. Ну, да. Вот. А у нас что-то совсем другое. Вот такая линия, такая вот, детям очень нравится, мне кажется. И мы в последнее время очень стали снимать детей тоже в ТикТоке. Это ни у кого нету такого, только у нас. Поэтому, может быть, мы и набрали. Ну, да, наверное. Тоже вы в одном из интервью говорили, что на улицах узнают, и вообще бывает иногда даже сложно пройти, поэтому... Если честно, то да. Вы пытаетесь сохранять свою анонимность, что не называете имени, фамилии? Ну, я не называю ничего, ни имени, ни фамилии, ничего. Я просто иду, смотрю, идут. Я просто иду направо или налево. Понимаете? Нет, я имею в виду, что вы в интервью, в общении, вы не раскрываете, как вас на самом деле зовут, чтобы еще больше не привлекать. Об этом история замалчивается. Просто дед, и все. Кто меня знает в лицо, тот знает, как меня зовут, и что. Сергей, Сергей, и все. Да, напомню еще раз тем слушателям, которые только сейчас подключаются, что у нас в студии актер и авторы канала «Дед на хайпе» в социальной сети ТикТок. 10 миллионов подписчиков, Сергей и Даниэль. Для тех, кто, опять-таки, не смотрит нас в записи на Ютубе, а тех, кто сейчас слушает нас только, Сергей одет очень молодежно. Подзываю, молодежнее меня, так точно. С кепкой, с худи. Этот стиль одежды, он у вас появился в работе над каналом? Или вы так действительно все время одевались, и поэтому вам несложно было и войти в эту творческую стройку? Ну, как вам сказать, в принципе, да, у меня одежда есть для съемок, для канала, с стереотипом «Дед на хайпе», например, там все такое. Но то, как вы одеты сейчас, это как вы обычно одеваетесь, или это уже часть образа? Я просто приехал в студию. А, ну вот, меня это интересовало. Но все-таки, наверное, повлияло, чуть-чуть повлияло. Я же не мог просто в джинсах приползти сюда, скажем так. Даниэль, я хочу спросить, как именно у автора. Как проходит... Потому что я, честно говоря, я от этой тикток-среды немножко далек. YouTube – это моя соцсеть, для тиктока я уже староват, наверное, все-таки. Но как происходят вот эти идеи для написания видео? То есть, это такой сценарий, как он сказал это, он сказал это, или вот это произошло? Или это больше как идея, а потом в процессе съемок что-то происходит? Наверное, это больше как идея. Вдохновение мы можем искать в совершенно разных вещах. Там даже листает тот же тикток, можно что-то увидеть и подумать, а что, если эта мысль развернется с другой стороны? И чаще всего это приходит идея. На съемках, конечно же, как обычно, мы не рисуем скетчи какие-то там прям... Ну, с сюжетом развития. Да-да-да. Бывает, мы его там распишем, чтобы понятнее было. Но в процессах съемки Сергей возьмет, скажет, а что, если мы вот это? О, давай. Ну, то есть, это такой процесс, больше, наверное, он начался как веселое времяпровождение. Сейчас он уже вырос в такие цифры, конечно, ну... Но это уже работа. Ну, получается, что это уже и да, такое занятие, которое... А, кстати, извините, для вопроса, чтобы понимать контекст, до того, как... Сейчас Дед на хайпе это основная работа для вас троих получается? Или это пока все еще как бы хобби на стороне? Ну, тут, наверное, двояко. Двояко. Есть еще вещи, которыми мы занимаемся. Опять же, ну, из тех идей, которые говорил Сергей, ну, это, наверное, оставим немножко конфиденциальней. Ну, если в целом, не конкретно, а в целом сфера какая-то. Это бизнес, это... Да-да-да-да. Что это такое? Ну, в моей случае я больше как музыкант. То есть, не то, что больше, но вот по своей роду деятельности я музыкант. И занимаюсь в этой сфере, да. У Павла есть тоже какие-то дела, которым он занимается. Сергей уже как бы взрослый человек, который может себе позволить... Ну, какие-то проворачивать там делишки, но при этом... Все позволит. Но при этом может себе позволить все там посвящать. А насчет съемок, да, перебью. Вы знаете, иногда занимается один сюжет где-то 5 минут, а иногда 5 часов просто. Да, бывает... Вот что-то не идет, вот переделаем, переделаем, мы это все снимаем. Понакупили себе всяких штативов там, крутилок. Ну, это все. Да-да-да. Тик-ток это что-то такое... Ну, вот как вы уже говорили, Артем, что это что-то другое. Ну, это да, новое. Смотря здравому взрослому человеку, в тик-ток, ну, первая реакция, наверное, у всех возникает. Что за идиотизм, извиняюсь, слушатели, зрители тик-тока. Но да, но там залетает, например, то, что бы не залетело никогда в ютубе. И чаще бывает, ну, не то что чаще, но бывает самое более просматриваемое видео, на которое почти 100 миллионов просмотров, это была вот такая идея, которая типа с коляской. А, с коляской. Быстренько, тик-тык-тык-тык. А для тех, кто не видел, что с коляской. В общем, там идея такая. Машина трогалась. Стоит в телефоне человек, у него рядом детская коляска, то есть, подразумевается, родитель. Он стоит, не смотрит, и сзади машина сдает назад. И Сергей подходит и коляску взбивает. Тот начинает злиться, типа, что ты? Типа, что ты трогаешь этого, моего ребенка? Какой-то парень откуда-то появился, показывает ему, что машина. Этот родитель, типа, а-а-а. И Сергей берет для эффектности еще его телефон разбивает, чтобы он уже запомнил себе урок. Почти 100 миллионов просмотров. Второе, наверное, на втором месте видео, на которое посвятилось там, ну, куча времени. Это стартом и с телефоном, который... Ну, да. Это столько было, что... Ну, это посвятилось... Ну, то есть, ну, это как бы происходит так. Какой-то займет там 15 минут, грубо говоря. Ну, да. Второй может занять там 3-4 часа. И это непредсказуемо. И это совершенно непредсказуемо, да. Вот вчера мы, извините, вчера мы засняли два видео. Ну, ветерок такой был, холодный был, с ребенком тоже, да. Ну, я думаю, то зайдет тоже. Я не знаю, Паша поставил или нет. Ну, да, сотни, там, тысяч уже есть. Вчера уже были, вернее. А в плане мест, где вы снимаете, это все, что угодно, может быть? Или все-таки у вас есть какие-то точки, где вы обычно снимаете? Вот, может быть, не знаю, у нас на радио вы могли бы снять. Или это все-таки должно быть подготовленное место, где вы заранее представите камеры, свет и так далее? Ну, наверное, есть места, в которых просто удобно приехать снять. По погоде надо смотреть. Да, чаще это Елгава чисто из-за локаций. А, вы из Елгавы? Да. Ну, я лично там с Юрмалы, ребята с Елгавой, ну, мы встречаемся там. В Елгаве есть пару там. В Юрмале снимались. В Юрмале мы снимали. Ну, чаще это где-то, где удобнее. Понятно. Вот недавно ездили в Финляндию. В Финляндию, да. На пароме. Специально ездили, чтобы заснять два видео. Именно в Финляндию. Хельсинки, как это? Хельсинки. Хельсинки. А вот, да, у меня, кстати, тоже был один из запланированных вопросов. Давайте мы вначале примем звонок от слушателей. Наденьте, пожалуйста, наушники, чтобы услышать. Вот, да, сейчас лежит. Сейчас. Да, здравствуйте. Добрый день. Алло. Алло, добрый день. У меня два вопроса. Откуда у вас так много времени на ТикТок? И второй вопрос, и второй вопрос. Сколько вы на нем получаете заработком? Спасибо большое. Ну, про время мы до этого поговорили, что у ребят есть работа, а у Сергея есть желание заниматься его больше где-то на хайпе. А по поводу заработка, ну, я не знаю, насколько это конфиденциальная информация. Скажем так, время – это тот ресурс, который каждый человек по своим желаниям распределяет сам. То есть, на что мы хотим найти время, мы навсегда на него найдем. Сказать «нет времени» значит быть просто недисциплинированным. Ну, это вот моя такая философия. Насчет, сколько мы зарабатываем, к сожалению, каждый контракт – это конфиденциальная информация. Ну, да, понятно. То есть, ну… История умолчивает. Да. Ну, подойдете к нам мороженое, мы вам сможем купить, скажем так. Ну, я вам так скажу. Я иду по улице, подходят дети туда-сюда, фотографируются. Это естественно. Я им не отказываю. Такие есть люди злыдни, да, некоторые говорят, а ты с них это самое, по еврику стрельнейшего. Я мог, ну, скажем, 10 евро только по пути от работы, скажем, домой дойти только так. Ну, это же я делать не буду. Это же не нормально. Это же не нормально. А тут еще такое дело, что ТикТок – это среда коротких видео. И я вполне себе могу представить, как какой-нибудь ребенок, который вас узнал, там, не знаю, последил за вами, и потом дед на хайпе в Макдональдсе, или там дед на хайпе садится в автобус, или еще какие-то такие видео. Не появляются вот в сети какие-то, не знаю, искатели славы через ваш аккаунт? Пока что вредители, скажем так. Не то, что вредители, но в постах, как людей, которые со стороны папарацци. Были, были, да, возникают какие-то такие, ну, слава богу, ничего. Плохого никто не снял. Да. Не, ну, мы… Ну, наверное, так сильно не найти такого плохого ничего. Много чего делали. Вот майки покупали с этими, ну… Логотипом. С логотипом. Дарили детям. Да, были моменты, когда… Ну, то есть, складывали свои деньги. Знакомые знакомых, например, и мы знаем, что их ребенок там прям фанатеет вот этим каналом, фанатеет с Сергеем, ну, дедом на хайпе в этом случае. Ну, у некоторых нет деда, у некоторых родителей нет. Там байку распечатали, там, Эдгару от деда на хайпе. А еще вот по поводу количества подписчиков, опять-таки, ну, на Ютубе 10 миллионов за 9 месяцев – это очень много. Даже сейчас, когда там увеличилось количество подписчиков, ну, любой 10-миллионник – это уже, ну, большое событие, их все еще немного. В рамках ТикТока понятно, что 10 миллионов – это много в любой соцсети, но я так понимаю, что в ТикТоке все-таки эти подписчики, они набираются быстрее, чем в Ютубе. И этот весь рост, если ты поймал волну, то это намного быстрее проходит. ТикТок, в отличие от Ютуба и Инстаграма, это молодая соцсеть, которая набирает обороты, на нее очень много ставится надежд. Многими компаниями, там, шумиха в Америке, которую, наверное, все слышали про этот ТикТок. Да-да-да, по поводу Трампа, да. Классно, что не закрыли, там, выкупили, Волмарт или кто-то. Вот, да, там легче за счет этого, потому что это не настолько устоявшийся, как там и Ютуб, Инстаграм. То есть, вы предполагаете, что через какое-то время, когда уже появятся такие основные мастодонты, и как-то эта структура вся, она немножко устоится, то это пропадет? Уже. Уже сложно. Сложнее намного. Вот мы успели начать вовремя, успели залепить тот контент, который в тот момент был необычным. Пришелся по душе. Да, пришелся по душе зрителю. Сейчас, например, это было бы сложнее, но да, тут я соглашусь, что ТикТок, в нем было легче на тот момент. Сейчас уже становится сложно, потому что он, взять год назад и сейчас, слава ТикТока возросла. Меня только удивляет, что до ТикТока же были еще вайны, были колбы. Они как-то, вайны вроде почти стали популярными, но пропали. Вот с ТикТоком такого не может быть? Или все-таки он вошел уже? Ну, знаете, говорить в 2020 году, что что-то может быть или не может быть, это рискованно. Все может быть, но, опять же, на ТикТок ставят большие компании, тоже уже какие-то там надежды. Взять, например, не знаю, мы как русскоговорящие, взять, например, русских звезд. Уже редко кто из них не создал свой аккаунт в ТикТоке. В Ютубе легче создать. Ну, вот мы недавно смотрели, что в мире канал Дед на хайпе на каком-то там 250-м или что-то месте. В ТикТоке? Да. Ну, в принципе, прикольно. Ну, да, 10 миллионов 250-е место, конечно, в Ютубе вы были бы, наверное, в первые сотни, мне кажется. Наверное, наверное, да. В Ютубе мы потихонечку, ну, что-то есть у нас, какие-то видео там есть. Пару песен мы сделали, которые вот... А вы тоже прислали вот эти ссылки на видео. Да. Вы переходите в музыкальную среду тоже немножко. Не то, что переходим, это просто, что в нас есть и чем тоже мы как бы вот... Сергей, как вам было в музыкальном амплуа? Насколько для вас это? Ну, в принципе, я в прошлом музыкант, переиграл во всех ресторанах города Юлгана на бас-гитаре. Вот Даник, да, у нас, в принципе, в нашей команде, он как музыкант, композитор там, и вообще актер тоже самый, и продюсер тоже самый, в одном лице все. И английский там, и латышский, и русский. Какой еще у тебя язык? Конфидентальный. Вот он такую песню. Вот мы были на шоу «Систер». «Латвин Систер». «Латвин Систер». «На двух Систер», да. Там мы фотографировались туда-сюда, и, в общем, его попросил на фоно спеть его песню, которая, я не знаю, зарегистрирована она у тебя сейчас? Она уже есть, там, в этих всех площадках. Очень всем понравилась, но чисто на английском языке, идеально. Если бы здесь было бы сейчас по-новому, он бы сейчас был. Ну, то есть, ну, это, соответственно, немножко уже ответвление. То есть, есть песни деда на хайпе, а есть уже ваши, Даниэль, песни, которые вот лично ваши, там, для, может быть, какого-то будущего проекта. Ну, я музыкант с рождения. То есть, это то, чем я занимаюсь, и это, там, какая-то и продюсерская работа, и свои песни. Вот, то есть, ну, да. То есть, ну, в рамках нашего канала, ну, я сейчас не буду популяризовать, ну, себя как артиста, то есть, ну, в рамках дед на хайпе, да, мы занимаемся этим тоже как бы, не знаю, ответвление или не ответвление, а просто как часть нашего, наверное, контента. Напоминаю, что телефон прямого эфира 67-212-93-9, 67-213-93-9 у нас в студии авторы, актеры, создатели тикток-канала Дед на хайпе, практически один из миллионов подписчиков, вот, топ-250 тикток-каналов в мире. Мы упомянули 2020 год, мне тоже очень интересно, насколько вот пандемия COVID-19, которая, кстати, вот тоже примерно 9 месяцев назад и началась, чуть позже, насколько она вообще повлияла на ваши съемки, потому что, с одной стороны, конечно, ну, вроде тикток – это и не фильм, это не сериал, можно снимать маленьким количеством людей в достаточно быстрое время, но, с другой стороны, наверняка, планировались какие-то коллаборации, какие-то дуэты, вот вы в Хельсинки съездили, когда было можно, то есть, на сколько это повлияло? Слеза пошла над слов, когда было можно. На самом деле, мы на это посмотрели, вот, чуть-чуть с другой перспективы, когда люди сидят дома в пандемии, это идеальное время, чтобы прийти в их телефон и занять эфир времени, который они все равно просидят и что-то просмотрят. То есть, в таком плане, это даже, ну, не то, что это плюс, но с этим, как бы, можно дополнительно было что-то делать. Повлияло как-то это на нас, слава богу, коронавирус обошел нас, и дай бог, чтобы так и было, то есть, никому из нас не нужно было там сидеть на карантинах или что-то такое, конечно, в рамках безопасности мы старались все соблюдать, но… Ну, вот, с точки зрения съемок сейчас, вот, с сегодняшнего дня у нас чрезвычайная ситуация, и частные мероприятия в закрытых помещениях – это до 10 человек и 2 семьи. Вот, если у вас будут проходить съемки в закрытом помещении, я правильно понимаю, что получается, что это может быть дед на хайпе и оператор, и все? Ну, или если какой-то актер, который живет вместе с оператором. Да, да. Потому что видео – это будет прям доказательство, если что-то захочет. Ну, скажем так, это видео могло бы быть гипотетически снято не сегодня. А, понятно. Поэтому тут не так придраться. Во-вторых, это действует во внутреннюю съемку. Снаружи, я понимаю, что там немножко другие вещи. Снаружи по-другому, да. Да, сейчас холоднеет, конечно же, но на улице чуть-чуть проще по освещению, по каким-то таким вещам. Поэтому, я думаю, это нас не остановить. Не повлияет. Я еще просто спрашиваю про коронавирус и про коллаборации. Потому что, да, известно, что вот в «The Latvian Sisters» тоже известный тикток, латвийский канал. У вас были совместные разные проекты. Но русскоязычная среда – это все-таки прежде всего Россия, в том числе, и в тиктоке. Да. Есть ли у вас уже какие-то контакты появились, как у популярного канала? И связи, с которыми вы потом в будущем планируете воспользоваться? Есть у нас сообщения с некоторыми из них. Конечно, были бы границы открыты. Я думаю, что было бы не проблемой сделать коллаборацию с Биланом Киркоровым. Прямо настолько? Плюс-минус. Им интересно. Артистам интересно такие коллаборации. Потому что тикток – это молодой зритель, которого им было бы выгодно тоже достичь. Например, взять Киркорова. Он сейчас сделал песню с «Давой» тиктокером. Басков сделал песню с Милохиным, там, Тимати, там, с Джиганом. Это получается… Ну, для них отчасти выгодно найти что-то. У нас есть общение с парочкой тиктокеров. На данный момент, ну, из-за пандемии, например, это было бы сложно. Там какой-то отдалённый. Ну, например, один из первых русских миллионников, там, Савка такой есть. Там у нас с ним есть общение. Есть общение, там тоже у него 10-11 миллионов. Такой «Демон Тулз». Такой вот парнишка тоже снимает классные видосики. Ну, тоже мы общаемся, друг друга чего-то обсуждаем. Да, поддерживаем. Да, вот говоря о коллаборации, ну, сейчас реально это те, кто есть в Латвии, например. Ну, да. Но мы ведём общение с некоторыми. Ну, все же «Латвиан Систерс», мы участвовали в шоу, у нас есть мысли сделать какие-то там видосики. Совместное что-то. А вообще в Латвии насколько TikTok-комьюнити сложилось, насколько оно активно? Потому что понятно, что если мы говорим про тот же YouTube, то есть российские мастодонты, и действительно, они даже по мировым меркам есть очень хорошие продвинутые каналы. А в Латвии в связи с количеством людей, ну, в связи с «Хорошо», как бы наш YouTube-король латвийский, а все остальные, даже русскоязычные, я уж не говорю про латышскоязычные, просто из-за аудитории. Вот с TikTok-ком как? Такая же ситуация? Ну, у нас есть ребята. Как бы сказать, что есть комьюнити на данный момент, ну, наверное, нельзя, потому что просто его пока что нет. Но вот те же «Латвийн Систерс» сейчас делали шоу, они приглашали там. Сейчас вот у них вышло видео. Да, много. Плесченки молодцы. Там борьба тиктокеров против инстаграмеров, или всякое такое, там, телевидение против YouTube. Ну, интересные такие, интересные такие типа встречи. Что классно, что интернет, он не имеет границ государственных. И, ну, это может очень помочь тем, кто там переживает, что в Латвии маленькая аудитория, и, ну, далеко не пойти. Не, ну, аудитория, она, первое, все в языке. Ну, да. Ну, вот видео, которое у нас, я даже не знаю, на пальцах можно сосчитать видео, в которых мы что-то говорим. А, я понял. Да, в основном это под музыку, просто какой-то скетч по тактике, как его звали, с черно-белым кином. Чаплин. Ну, типа, да. Вот он взял без голоса, да, плюс-минус, и создал такую вот прям вот что-то необычное. Вот у нас, ну, зато это могут смотреть на любом языке, и многим это может быть как-то близко. А у вас есть какая-то статистика по странам, которые на вас подписаны? Конечно. И, ну, понятно, наверное, в топе Россия. Россия тоже есть. В Америке немаленький процент. Америка немаленький процент. Азия тоже немаленький процент. А Индия? Там Индонезия, Филиппины. Это прям вот, ну, он очень большой. И если мы ставим видео какое-то там, например, вечером в 6 вечера, да, скажем так, как бы сначала не залетело, да, а на утро уже, ну, ночь прошло. Это значит, Америка там. Америка проснулась там. Да, проснулась и все, и полетела. Миллионы сразу же. Ну, естественно, и в Латвии. Ну, да. Даже показатель по тому, как все время сходить в магазин. У нас же как видео, так вот, если посмотреть, так миллион, два миллиона, три миллиона с рожей. Да, самое популярное. Через два дня уже два миллиона. Самое популярное, наверное, вот около, вот я сегодня не смотрел, но там 90 с каким-то копейками. По часу сто? Да. Сергей, как вообще, вот когда это начал, наверное, в начале, когда я только начинал, ну, как бы весело там с ребятами, почему бы и нет, когда вы стали понимать, что это действительно популярность, причем мировая. Какая была ваша первая мысль по этому поводу? Я и сейчас не понимаю, это вообще мировая популярность. Ну, в смысле только... Ну, когда вас первый раз узнали на улице, как вы тренировали? Да, это было такое, да, подбежали, ну, как сказать, я иду просто, вот просто иду по улице, да, домой, да, вот. На велосипедах ребятня там проезжает, он возвращается, да, и сразу же там, это выйдет на хайп. Ну, что я могу сказать? Конечно, ну, да, я, а что? Говорит, можно с вами сфотографироваться? И понеслось каждый день по пять, по десять фотографий. Ну, вы... Я теперь начинаю понимать этого Киркорова, который бегает, нет, я себя не сравниваю с ним, это естественно мне, я там, как говорится... Ну, смотря по какой целевой аудитории, я думаю, что в целевой аудитории там лет десяти-одиннадцати, я бы еще подумал. С каждым днем все больше и больше и больше людей, и взрослые, и подходит взрослый, говорит, можно с вами сфотографироваться, я своей дочке, это самое, она фаната от вашего канала, там, типа того. 67-212-93-9, 67-213-93-9, говорим с создателями этих, кто канала Дед на хайпе, Сергеем и Даниэлем. Есть ли какие-то идеи по поводу того, как в дальнейшем строить канал, потому что, ну, я не специалист, понятно, в этом деле, это скорее вопрос, но мне кажется, что если делать однотипную вещь, то есть вот сработала эта вещь, ее делать, 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 то в какой-то момент аудитория это наскучит, и нужно искать какие-то новые крючки, вот там, песни, коллаборации, более социальные видео, как вы там, вот одежду покупаете. Ну, мы ищем что-то, ищем. Нет, ну, даже, да, мы всегда об этом думаем, мы всегда не хотим засесть, ну, вот как вы говорите, в одном и том же, потому что, на самом деле, да, если, ну, вот как музыкант, если я буду играть все в трех аккордах, быстро наскучит. Ну, какие-то люди у тебя карьеру на этом сделали. Да, да, в свое время, скажем так, ну, мы постоянно хотим развиваться, мы, ну, и развиваемся, даже в плане съемки, монтажа, пытаемся учиться, смотреть, там, какие-то мастер-классы, там, все-все-все, чтобы развитие было налицо, да. То есть, мы постоянно об этом думаем, тот же самый контент, чтобы он был не тот, который был актуален у начинающего тиктокера вчера, но чтобы это было уже что-то такое поинтереснее, может быть, да. А в команде кто-то еще есть? Ну, вот в Острое, там, специальный оператор, специальный монтажер, или пока вы сами себе... Ну, вот человек, вот Павел, брат мой, который начал все это, он снимает, он монтирует, чаще всего у него там есть идея. То есть, он со стороны людей не приглашает, пока вы только втроем этот канал. Ну, нет, есть люди, которые играют, есть люди, которые прям хотят, там, даже многие пишут. Детей много. Да, понятное дело, мы с детьми, мы аккуратно. Ну, дети наши, я имею в виду. То есть, это каких-то наших друзей, родственников, чаще всего. Чтобы, ну, это такой вопрос сейчас в интернете, ну... Ну, да, заказать законность. Хотя, по дороге, вот, я иду, когда, да, говорит, можно с вами засняться, можно, ну, в массовке хотя бы, там, ну, дети просто, я их не знаю просто. Понимаете, что я могу сказать? Я говорю, ну, да, подумаем, как там это. А один говорит, говорит, а вы там, это, мне телефон подарите, там, альфон-то. Я говорю, вот, стишок расскажешь, подарю. Ну, это сапога. А он стишка не знает, говорит, ну, я выучил. Выучил. Ждем. Я его встречаю. Если я его встречу, я обойду страх. Ну, вот эти, я просто некоторые там, естественно, не все, сколько я там на Ютубе сколько посмотрел. Вот видео, которое привлекло внимание, покупаем одежду бездомным, кажется, она так называлась. Ну, я, во-первых, правильно понимаю, что это, ну, все-таки не совсем ваша идея, это достаточно известная такая серия видео. И на Западе Мистер Бист это делает, и другие блогеры, ну, собственно, и в российском сегменте. Но, как вот это видео конкретно, оно родилось просто потому, что хотелось попробовать вот этот жанр? Или захотелось делать что-то социальное? Как вообще это было? Ну, знаете, скажем так, ничего нового под солнцем нет. Ну, да. Все, что происходит, это когда-то было, но оно в другой просто сфере. И эта идея, которая, ну, вообще, вот создавая видео, мы пытаемся вложить в это какой-то смысл, который мы можем поделиться. Вот недавно мы в Ютуб выставили ролик, и там, типа, обсуждали наши топ-5, и рассказывали, ну, там на английском с русскими субтитрами мы сделали. Рассказывая мысль, ну, что мы хотели бы, например, донести. Вот сейчас, например, вот говоря об этом видео, ну, мы живем в мире, в котором каждый очень занят собой. Мы очень эгоцентричные все. И круто, если мы можем найти в себе, как сказать, желание, страсть, увидеть нужду нашего ближнего, который там рядышком может быть в нужде, а у меня есть возможность ему помочь. И что, ну, мир был бы гораздо лучше, если бы мы смотрели вокруг и пытались... Но это очень редко сейчас. Помочь. Поэтому вот даже такие какие-то простые, добрые темы мы хотим продвигать. И делайте их лучше. И мне, пожалуйста, миссис Мира сейчас. Одним словом, с каждым видео мы несем какую-то доброту просто. Вот. То есть... То есть, извините. Да. То есть, ребенок, как бы сказать, к родителям относился лучше. Родители понимали детей своих. Ну, понимаете. Да, да, да. Ну, вот возвращаясь к вопросу о создании видео. Это... С этого начинается создание видео? Что? Какую бы мысль мы хотели бы донести? Или все-таки в начале вот эта идея, а потом уже... Как бы добавить вот эту доброту, эту идею? Ну, когда какой раз. Наверное, больше эта идея... Вот, ну, вот сядем. А давай вот что-то вот на такую тему, чтобы показать тот труд родительский, который ребенку не видит. А, ну вот. То есть, в третьей идее. Вот как мы можем это показать? Да. Ну, наверное, чаще оно так происходит. А есть ли у вас, может быть, какие-то отзывы о том, что действительно вот мой ребенок как начал смотреть ваш канал, так подобрел? Да, да, у нас очень многое. У нас, ну, директ заполнен всегда, и мы вот читаем много писем, спасибо. Люди там бывают, пишут, ну, ясное дело, это смайлики, слезы, но, например, со слезами, смайликами, скажем так. Со слезами на глазах, да. Да, пишут спасибо. Я хочу... Ну, вот, смотрю видео, мне хочется быть добрее, я хочу там больше уважать родителей. Там было одно письмо от одной девушки, которая не разговаривала с матерью своей долгие лет. И она написала, вот я там позвонила матери, мы там помирились. Это самое, один пацаненок написал, говорит, как бы я хотел бы такого дедушку, как вы. Ну, да, то есть, мы видим, что это не просто... То есть, это больше, чем просто хайп. Что, ну, кому-то это помогает, ну, прекрасно. Это очень здорово, это мотивирует. Очень эмоциональный момент, я немножко задумался. Извините. По поводу создания вот всех этих тоже TikTok-каналов, историй, потом вот YouTube, Instagram. Есть ли, может быть, желание выйти в более традиционные СМИ, потому что многие интернет-звезды, вот вы сами упомянули многих TikTok-еров, которые записали дуэты с музыкантами, или сами ушли в музыкальный рынок, или ушли на телевидение, или еще что-то. Вот у вас есть какое-то такое прийти, не знаю, на вечернее наше латвийское шоу какое-то, или еще что-то в этом роде, или сделать свое со своей идеей, или все-таки вот TikTok и TikTok? Ну, желание развиваться, оно всегда останется, скажем так. Мы не ставим перед собой цель, чтобы нас пригласили на вечернее шоу, потому что, если мы такую цель поставим и ее достигнем, тогда это, ну, как бы, окей, и все. Расходимся. Да, расходимся, спасибо. Нет, конечно, ну, мы хотим всегда делать что-то интересное, что-то актуальное, что-то новое. Ну, там, например, уйти на телевидение с TikTok, а такой цели точно не стоит, при современной ценности и востребованности интернетом, например. То есть, вы скорее верите в то, что телевидение, оно уже затухает, и будущее за интернетом. Или уж даже настоящее. Отчасти, наверное, так и есть, но при этом телевидение все равно, как бы, это какой-то такой отец. То есть, телевидение не пропадет? Нет. Я думаю, что нет. Если пропадет, то не так скоро. Вот по поводу всех этих прогнозов, насколько за эти 9 месяцев, пока создавался канал, насколько вы погрузились вообще в то, как это работает, насколько вы можете себя считать, ну, не знаю, специалистами в области TikTok? Если бы, например, вас пригласили провести лекцию о том, как создать успешный TikTok-канал, вы бы взялись такую провести лекцию? Или все-таки пока вы считаете, что это скорее удача? Нет, это, как бы сказать, с одной стороны, и удача, конечно, да, а с другой стороны, мы просто выбрали правильный путь, что ли. Я уже повторяюсь, что, ну, мы начали снимать такие сюжеты, как ни у кого, вообще, такого нету, ни у кого, у TikTok-канал нет. Там, у них все такое, все, все такое, прыгают, бегают, что-то там кручатся, верчатся, там, не знаю. Ну, вот оно, TikTok. Ну, наверное, скажем так, удача – это пару процентов от успеха. Тут больше играет, наверное, ну, как в любом деле, усердство, работа, то есть, чего-то канал Дед на хайпе уже достиг, о чем говорят цифры, да? Ну, да. То есть, чем-то поделиться, несомненно, ну, есть. Нет, просто я, когда говорил о том, потом провести лекцию или еще что-то там вроде, я… Давайте, у нас тут человек постоянно звонит, но он постоянно звонит в момент разговора, меня никак не могло принять звонок, давайте, у нас это получится, наконец-то. Да, здравствуйте. Да, добрый день. Вот во время всей передачи было много таких вопросов, что я говорил, а там, и дед ли пришел бы, пришел ли дед там в New Balance или в Air Max, да? Ну, по ходу дела, ну, когда там, или там, снимает ли AirPod, когда к нему подходит сфотографироваться, ну, вот к концу передачи созрел такой очень провокционный вопрос, попробую его так корректно как бы объяснить. Смотрите, ну, вы пожилой человек, вам уже, там, далеко, там, наверное, за 60 лет, да, как я имею в виду? Меньше 60, меньше 60 лет. Хорошо, я тоже, как бы, человек, ну, наверное, не молодой, мне 36, ну, по мере… Да. Сейчас, смотрите, по мере продвижения вообще, как бы, там, ну, в жизни, вот, просто определю такой момент, мы обесценили такую фразу, ну, ее нельзя в эфире сказать, когда тебя посылают на три буквы, да? Да, вспомните себя в молодости, ну, за эти слова, ну, как бы, самый главный аргумент быть, ну, ты назад человека не мог послать уже на три буквы, ты должен был дать ему по роже, да? Вот, смотрите, сейчас, если вы сделаете какую-то коллаборацию, да, вот, с тем же самым дойдете, самый важный, там, наверное, для молодежи, я просто посмотрел у Дузиа Моргенштерна, да, ну, вот, как бы, коллаборацию с Моргенштерном, вот, что вы бы сделали, ну, понимаете, человек на таком диком хайпе, вот, там, гребет бабло за все, понимаете, любая, там, не только фотография по еврику, да, как бы вы себя повели, если бы тот же самый Моргенштерн, я говорил, вопрос будет про акциональный, послёт вас на три буквы, вот, ну, не знаю, ну, понятно, что он не на вечернем Мурганте это сделает, но где-то в каком-то другом, другом месте, спасибо. Спасибо. Сложно сформулированный немножко вопрос, но интересно. Что-то я его так толком и не понял, что он хотел. Я, ведь, если я правильно понял, позволю себе про, как бы, переформулировать вопрос, Дед на хайпе название, оно подразумевает, что вот стремление к хайпу, к популярности. Если будет возможность записать видео действительно с кем-то очень, я не знаю крутых тиктокеров, но если кто-то просто действительно очень значимый и важный, тот же там Моргенштерн или Киркоров, или, ну, не важно, кто-то, кто действительно, и вы знаете, что это видео точно станет популярным, принесёт пользу вам и принесёт пользу вашим зрителям, потому что вы опять вкладываете туда какой-то смысл, но он будет донесён не только вами, но и кем-то другим тоже авторитетным. Но в моменте съёмок этот человек будет вести себя неуважительно, ну, не знаю, сколько там материться, но вы будете видеть, что вам работать с ним некомфортно. Насколько для вас будет важно всё-таки доделать эту работу, или тогда мы не сотрудничаем с такими людьми? Вот я бы так, наверное, переформулировал. Извините, уважаемые слушатели, если я это сделал неправильно, но как-то, да, мы так поняли. Ну, во-первых, спасибо, что вы нас слушаете, это приятно. Наверное, знаете, у нас главная из темы – это доброта. И делать что-то с человеком, в котором нет доброты, ну, наверное, это немножко бы противоречило. Мы строим нашу команду на уважении друг к другу. И, ну, я не совсем представляю, наверное, тоже суть вопроса, как бы, ну, послал, ну, окей. Ну, и вы такие, с таким людьми мы не работаем, хлопаете дверь и уходите. Или говорите, так, парень, давай всё-таки… Не, ну, мы за разговор. Ну, то есть, никогда никто не посылает просто так, обычно. Ну, здравые люди, да, не трогая Моргенштерна. Что делает Моргенштерн, например, это всё ради хайпа. Он стратег, который знает, как сделать шаги, он молодец. Ладно, у него контент – это другое дело. Но с точки зрения пиара и маркетинга, он знает, как надо делать. Да. Ну, вот, собственно, это возвращаясь к моему вопросу, который был до звонка. Потому, что действительно есть люди, которые в разных сферах, если мы говорим про интернет, которые по ним видно, что действительно, да, у них план, как они делают, они знают, какую реакцию вызовет то или иное их действие. Или у меня есть знакомые, они тоже делают свой YouTube-канал, и они вначале ещё немножко так, ну, вслепую тыкались, но чем больше, чем больше, хоть до ваших цифр им далеко, но они понимают, что вот это видео лучше выспустить в это время, лучше пригласить этого человека, лучше так назвать, лучше такую сделать картинку. Но это всё набирается опытом. Вот сейчас уже, наверное, будет наш последний вопрос, если вы войдёте эфира, сравнивая себя девятимесячной давности, когда канал только начинался, ну, или там, Даниэль, когда вы присоединились к проекту, и сравнивая то, как вы сейчас, насколько вы уже структурировали свои знания, или вы всё ещё в начале пути вот именно понимания? Ой, нет, знаете, мы уже можем, мы можем уже угадать, ну, как угадать, мы можем предсказать, как сделать, чтобы это, там, чтобы было больше лайков, комментариев, что сделать, с какого угла, чтобы… Ну, то есть, отвечая на вопрос, есть, да, громадный рост в понимании структуры, вот вообще, как подачи контента, и да, ну, мы уже не те. И никогда уже не будем. И ТикТок уже не тот. И ТикТок, и мир уже не тот, 2020. Подпись. До такой философской мысли мы, наверное, и закончим наш эфир. Спасибо большое. У нас в студии были Сергей и Даниэль, создатели ТикТок-канала «Дед на хайпе», 10 миллионов подписчиков, смотрите их, подписывайтесь на них, если вам интересно. А эфир сегодня провел я, Артём Липин, звукорежиссёр Евгений Копеин. Спасибо, и не переключайтесь. Спасибо. Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома.